МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Как вам? Как можно давать в отрасль? Александр. Александр. Я инспектор 1-го взвода 3-го рота 3-го батальона, управленная патрульная полиция в Днепротовской области, поверяемый элитпином, звонит патрульных Андреев. Мы сейчас находимся на Московском районе на автодорозе М-18, 24 км. У вас было дупинено за то, что в темный час группы вымкнуло светло. После чего снова звукнули. Пункт правил дорожную руку 19.1. А можно теперь 19.1 пункт правил внимательно почитать? 21.1. Внимательно. Вот вы сейчас мне сказали, чтобы вы понимали для себя, о чём он говорит. Там 19.1 очень чётко написано, чтобы вы поняли. с resultados. и а все все Так, пункт 19 1, требует продвинуть умовки достатньо выданоц, независимая ступень осветления дороги, у меня не горели фары ближнего света, правильно? Обратно же, как это правильно квалифицировать? Казус, не казус, он выключился вас и выключили. Ну хорошо, составляем, держите. Мне главное было, чтобы потом правильно оспаривать это постановление, правильно было услышать вашу версию, возьмите. Ну вот смотрите, если с точки зрения к чему вы клоните, тут получается, да, у меня будет незаконная остановка, я с вами согласен. Так если вы согласны, зачем восстанавливаете? Можете, ну, это, пускай, ну, реально получается так. Так как реально, а как по-другому еще получается? Что, есть другой какой-то вариант? Я могу, я могу готов признать, что хотите, я вам все скажу и покажу. А зачем признавать, если мы, ну вот по факту, как оно есть, ну вот, читаем, вот так оно есть. Вы же, ну как, без света тоже вы не ехали. Вы ехали, получается, включили-выключили и не знаю, как это даже назвать. Я могу, хотите, написать в постановлении в поясине, что я уехал с выключенным. Хотите? Ну зачем, это классификация. Не, я напишу, двигался без включенных световых приборов в ночное время суток. Хотите, так напишу? Ну, достать можно посмотреть? Да достаньте, конечно, чего-нибудь. Ну, при условии, что вы составите постановление. А ну, подождите, подождите. Ладно, пацаны, подрочили на эти документы или составляем или нет, что делаем? Давайте, составляйте. Давайте, покажу вам, что ж такое. А, вы же вытянули, уже посмотрели. Ну, так вы же видели, что написано. Что вы видите, что не написано? Ну, все нормально. А то, что все нормально, я знаю. У меня, ребята, все нормально, а у вас не все нормально. У меня все нормально. У меня все нормально. Я поэтому и говорю, что будем делать? У меня все нормально. Что делаем с вами? Так, что мне надо сделать, чтобы вы составили постановление? Ну, смысл. Смысл нам на вас стараться постановить. Чтоб я вас научил, как правильно работать. А как вы хотите? Не работать, нести службу. Нести службу. Нести службу хотите. Сами говорили в видео. Я, как хотите, ребята. У меня нет. Хотите работать, хотите нести службу. Что мне надо сделать, чтобы вы научились это делать? Хотите документы? Составляйте. Вы хотите рассмотрение дела? Все умеем. Да не я хочу. Поверьте. Так что, делайте, составляйте. Постановление составьте. И я вас научу работать. Я не вижу поводу для улыбок. Опять несение службы. Давайте не будем работать. Это употреблять. Я вас научу нести службу. Я не ваш командир, не могу это сделать. Но раз вы настаиваете, я вас научу. Составляйте постановление. И я объясню вам, где и почему вы были неправы. Но только в том порядке, законном, в котором я умею. Другого предложили, у меня к вам нет. И общаться со мной не о чем. Просто составляйте, и я просто уезжаю. И все. Мне как еще попросить? Короче, что мы делаем? Счастливые дороги понятно. Причина остановки незаконная. Я извиняю, счастливого пути впредь постараемся не нарушать. И все. Что такое? Корона упадет с головы, если скажешь. Так а в чем? Для чего вам это? Вы законами остановились? Да не нормально. Мне надо по закону. У меня была законодательная база твердая. Какая твердая? Я вам говорю, что я напишу в постановлении все, что вы... Под диктовку. Я вам обещаю. Извинения, никто просить не будет. Почему? Вы оставили меня незаконно. Ну, обжалуйте мою... Так составьте постановление на меня, елки-двадцать. Я обжалую. Составь постановление, я пойду обжалую. Не хочу я на вас оставлять постановление. Так как я обжалую? Ты голову можешь включить? Как я могу обжаловать это? Почему я включать голову? Так включи голову. Как можно обжаловать то, чего нет? Так не надо ничего обжаловать. Зачем что-то обжаловать? Вы нарушили. Вы нарушили. Как я должен вас наказывать? Так жалуйте то, что я нарушил. Я не понимаю. Мне идти вас бить, что ли, или что? Я вам сказал. У меня есть... Нет, у меня... Жизнь всякая развивалась. Послушайте, что будет. Ну, на тебя нажали случайно на... Он блынул этот свет. Так вы не выключили свет. У меня, как у граждан Украины, есть один. Да. Один только рычаг вас наказывает через суд. Для того, чтобы вас наказать, мне надо материалы. Будьте любезны, составьте, и все. Какие проблемы могут быть? Я напишу под диктовку то, что вы скажете. Хотите вы, напишите, я распишусь. Это неправильно. Слушайте, если неправильно, нахреном не останавливаете? Так зачем процесировать? Ну, все, счастливой дороги. Ну, так, все, я вас все понял. Нет, не понял. Александр, мы извиняемся, что мы заняли ваше время. Впредь постараемся работать более внимательно. Александр, такого не будет никогда. Что вы извинитесь? Да, да. Такого никогда не будет. Почему? Ну, потому что, на самом деле, девушка, что я вам перед вами буду... А что, только девочки извиняются? Я вам... Вы с вами пообщались, я вам все... Да не надо со мной общаться, что вы личный психолог. Я говорю, напишите на меня жалобу, что я вас беспричинно остановил. У вас данные мои есть. Не хватает у царя извиниться... Не хватает у... Да не, вы сейчас ведете себя как царь. Я себя веду сейчас спокойно, и я говорю, я перед вами извиняться не буду. Почему? Он для меня такой, что я для вас буду извиняться. Участник Дорожного движения, гражданин Украины, тот человек, который платит вам с налогов зарплаты, это я. Это я, вот я. Мало, что ли, этого, что передо мной извиниться? Реально, серьезно, мало этого. В чем здесь это? Ну, вы говорите, кто я такой, что передо мной извиняться? Так вот, я говорю, что я всего-навсего, вот такой маленький налогоплательщик этого государства, на котором вы служите, вы три раза мне подчеркнули, что вы служите. Так вот, те люди, которые служат людям, они, как правило, с ними общаются вежливо. И если они не правы, естественно, это нормальная норма, приличие извиняться. Я вам говорю, что я хочу хоть раз. Слушайте, то, что вы заняли мое время, то, что меня остановили незаконно, нарушили закон, меня как минимум это обижает. Я говорю, мы не нарушили закон, такая ситуация просто. Составляйте. Составляйте. Вы свободны, можете ехать. То, что если вы считаете, я вас незаконно остановил, напишите на меня жалобу. А вы считаете законно? Вы остановили меня законно? Бывают в жизни человеческие партнеры, вы понимаете ли нет? Да или нет? Законно или нет? Тут можно рассуждать. Не надо рассуждать. С точки зрения закона. Но эта ситуация не стоит того, чтобы я сейчас рассуждать. Вы есть закон. И стоять, тратить ваше время лично. Вы сейчас закон. Вы же говорите, вы спешите куда-то. Я не говорю, что я спешил. Я говорю, вы закон. Вы на себя берете ответственность. Скажите, я нарушил или нет? Если в данный момент я мог бы это точно доказать, я бы сказал, да, вы нарушили. Что вам надо для того, чтобы это доказать? Ваши письменные под диктовку пояснения. Хорошо, не под диктовку. Я напишу сам лично своим. Зачем это делать? Для того, чтобы оформить то, что вы меня останетесь за нарушение. Для того, чтобы это оформить. Как не доходит в эту голову. Для того, чтобы выполнить свою работу. Вам надо составить административные материалы, ради которых вы меня остановили. Давайте это сделаем. Я ради материала не работаю. Хорошо. Вы бабла хотели? Зачем останавливали? Извините. Так а зачем останавливали тогда? Я хотел убедиться, что с вами все нормально. Я убедился, что с вами все хорошо. Потому что ехал человек, светлый, может вам плохо стало, может еще что-то. Послушайте, я вас прошу... Вы понимаете, бывают разные человеческие факторы. Не только как законы Украины. Национальная полиция написана в 35-й статье. Так вот, для того, чтобы вы понимали, что вы, как сотрудник полиции, руководство содержит исключение законом. И больше никакими жизненными... Ваши жизненные ситуации я потом в Ютубе показываю, когда вы входите в положение человека, который пьяный за рулем, и с него берете бабки. Эти жизненные свидания... Поверьте мне. Вы полиция, вы для меня единый орган. Да, вы. Ну, если... Да, вы для меня единый орган. Да, а вы, между прочим, подумайте над тем, что вы говорите в следующий раз. Да, я граждан Украины, и неплохо перед гражданами. Если полиция не права, периодически извиняться, это помогает. А мы всегда извиняемся, поверьте. Я только что видел, как вы извинились, давайте. Придурки. Я все прекрасно вижу. Привет. На каком основании вы хотите машина? На любом. А что вы мне запрещали вас снимать? Вызывайте охрану. Давайте. Вызывайте всю охрану. Берет меня немедленно. И больше там не подходитесь. Я сейчас снаряд вызву. Вызывайте. Это третий раз уже обещаю. Объясните, как в стране, где нет ненормальных машин, ничего? Есть институты, которые людям рассказывают, какие должны ездить машины. Где такое видано? Дорогой. Я вам не дорогой вообще. Вот такое обращение. Это охрана. Да почему? Объясните мне, если машина с Европы. Вопросов нет нам. Приберу бы с Америки, вопросов нет. Да мы в Гобля и рады. Там решается Европля. Там решается Европля. Да. Да вы в Гобля и рады. Да. 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 Я забыл спросить, а что вы мне делали?